Владимирская область больше не в черном списке по качеству топлива, заявили активисты народного контроля. За полгода они проверили 29 автозаправок в пяти районах региона. Контрольные закупки 92-го бензина и дизельного топлива показали, качество нефтепродуктов существенно выросло. Общественники мониторили как крупных сетевиков, так и небольшие бензоколонки. По итогам 2020 года мы вышли из черного списка и мы по качеству топлива одни из лучших СФО. То есть мы говорим одни из лучших, по одной простой причине, что была совместная работа ТПП, народного контроля, прокуратуры, Росстандарт, Роспотребнадзора. Понимаете, прокуратура заставила объединиться всех для наведения порядка. По итогам проверки народного контроля нарушения зафиксированы на двух заправках и обе в Везняковском районе. На одной из них вместо дизельного топлива продавался дистиллят, на другой обнаружен некачественный бензин. Заявление в Росстандарт направлено, минимальный штраф в этом случае 500 тысяч рублей. Впрочем, по сравнению с ситуацией двухлетней давности, когда в области треть дизельного топлива была контрафактной, сейчас все под контролем, уверенно в торгово-промышленной палате. Существенно повысились показатели на основании тех проб, анализов которые делались. Мы существенно поднялись в рейтинге, но сейчас есть проблемы в том числе в плане качества топлива при госзакупках. В торгово-промышленной палате области предупредили о скором росте цен на оптовые закупки нефтепродуктов. А значит, изменится и ценник на заправках. Общественники подозревают, в этом случае крупные компании, чтобы сэкономить, станут использовать топливо, к качеству которого возникнут вопросы. Впереди у нас идет повышение цен. За повышение цен за топливом всегда идет резкий скачок с продажи некачественных нефтепродуктов. И на настоящий момент уже пошли сигналы по госзакупкам от наших бюджетников скорой помощи, что они уже получают некачественные нефтепродукты. И это коснулось не только медицинских служб. Активисты народного контроля уверены, в целях экономии в автобусах на городских маршрутах вместо дизельного уже используется печное топливо. А оно в десятки раз вреднее для атмосферы. Проверить этот факт общественники планируют в самое ближайшее время.